Поэтому мы как бы начинаем новый трактат, трактат «Кедушин». Это в каком смысле отдельная история. Можно, конечно, обойтись без всякого введения, потому что мы просто будем читать трактат «Кедушин». Сколько мы его будем читать, трудно здесь предсказывать что-то. Трактат «Броход» у нас, по-моему, занял года три, наверное. Трактат «Кедушин» не меньше, чем трактат «Броход». Но заранее обещать, что мы закончим трактат «Броход» не могу. Но первую главу мы точно прочитаем. Теперь по поводу текста самого. Я сбросил ссылку на издательство «Книжники», где, собственно, на русском языке этот трактат был переведен. Спрашивали про электронную версию. Электронную версию мне прислали первую часть, но просили ее не распространять. Я буду ее выводить на экран. Вот решили выводить ее на экран. Распространять не разрешили. Но я думаю, что если написать по этому адресу издательства «Книжники», может быть, они... Я знаю, что они электронные книги, в общем, тоже продают. Поэтому, может быть, удастся приобрести электронную версию. У меня вот это первый том. Не знаю, сколько там включает перевод русский один или два. Ну вот, это, собственно говоря, все предисловия. И мы начинаем читать этот трактат. Я читаю не тот текст, который у вас на экране. Я читаю текст оригинала, перевожу его с листа. В том числе для того, чтобы подчеркнуть какие-то языковые нюансы, которые, естественно, в переводе невозможно передать. Буквальный перевод невозможен. Мы его стараются сделать литературным. Иногда вот эти буквальные значения играют определенную роль. Поэтому я читаю с оригинала и не очень литературный перевод. но зато более близкий к оригиналу. Итак, Мишна. Опять же, на всякий случай, если вдруг кто-то не знает, как устроен Талмуд. Талмуд – это своеобразные диалоги, беседы, рассуждения вокруг Мишны. Мишна – это корпус, который был составлен в III веке нашей эры. Первой половине даже, можно сказать. Иуда и Анаси. Такой раби Иуда Анаси, который в Талмуде обозначается просто раби. Если просто раби, это раби Иуда Анаси. И вот в дальнейшем, на протяжении нескольких веков, вплоть до VI века, мы имеем дело с Вавилонским Талмудом, там есть еще и Гусалимский Талмуд. Творчество или разговоры со всем, если в общем смысле, вокруг Мишны, они каким-то образом оформлялись. И в VI веке были завершены, отредактированы в качестве Вавилонского Талмуда. Мы сейчас имеем дело с разделом. Мишна делится на шесть разделов. Мы читали трактат Брахот, который относится к разделу Зраим. Зраим – это посевы. Ну, сейчас не будем вдаваться в детали, почему вдруг трактат Брахот именно в этом разделе. Тот раздел, которому принадлежит трактат Тедушин, это раздел Нашин, то есть женщины. Ну, и те, кто с нами читал Брахот, вы увидите, что немножко и по стилю рассуждения немножко отличается от того, что мы видели в трактате Брахот. Трактат Брахот насыщен агадическим материалом, то есть ненормативным. В трактате Тедушин аналогического материала, то есть нормативного материала больше. Ну, начнем. Гаиша никнет бешалош драхим, выкунает ацма бештай драхим. Никнет бакесыв бештар обевиа – бекесыв бет шамай ум рим бет динару, бешавэ динару, бет хилэлюм рим бе фрута, бешавэ прута. То есть первый тезис Мишны говорит о том, что женщина приобретается тремя путями и приобретает себя двумя путями. Приобретается она с помощью денег, документа и полового акта. И в скобках говорится о том, что значит с помощью денег. С помощью денег нам уточняют, что это такое. Есть спор между домом Шамая и домом Гилэля. Дом Шамая говорит, что деньги имеются в виду динарий, то есть определенная монета определенной ценности, или тем, что равно этой единице. А бет дилэль говорят бе фрута, бешавэ прута. Прута – это наименьшая, собственно говоря, денежная единица, которая встречается в логических, по крайней мере, законах. То есть с точки зрения дома Шамая приобретается женщина за большую сумму денег, нежели с точки зрения дома Гилэля. По поводу приобретения и так далее мы, в общем, обсудим это, что это все означает и так далее. Выхама и прута. Дальше Мишна спрашивает, а сколько это прута? Эхат мишмона бейсар аитрики. То есть прута – это одна восьмая итальянского иссора. Это еще одна денежная единица. Это были скобки, да, это в скобках. Нам рассказали, что имеется в виду под деньгами. Поскольку были упомянуты деньги, то приведен был спор Шамая и Гилэля относительно того, за какую сумму. Выкунает от Сма Бегет у Вебинтата Баарис. А приобретает она себя с помощью гета, разводного письма, или ввиду смерти мужа. Продолжение следует...